Профессия должна быть любимой, а не модной. Но ни один социологический центр не назовет вам параметры модности. Шесть лет назад один из модных всплесков пришелся на юристов и экономистов. Сейчас статистика заметила, что популярной стала профессия финансового аналитика. Но есть и другие красивые специальности, которые популярны всегда. О них и не только мы и поговорим сегодня в эфире программы «Один день с профессионалом». Выглядеть красиво мечтает каждый. Еще за 4,5 тысячи лет до нашей эры появилось такое искусство, как косметология. Первым ее пособием считается древнеегипетский папирус Эберса, в котором подробно описаны способы удаления волос и бородавок. Это был большой секрет, доступный лишь жрецам. В средние века косметологию поставили на паузу, а в Англии создание косметических средств вообще приравнивалось к колдовству. Лишь с 19 века косметология стала развиваться как наука и весьма в этом преуспела. Индустрия красоты так стремительно идет вперед, что учиться на косметолога эстета, в принципе, стало очень модным. Косметолог – это не просто человек, который наносит макияж. Он должен знать анатомию, физиологию, гистологию кожи лица, принципы старения. Косметология – отрасль научных знаний, специализирующихся на эстетических проблемах человека, их причинах, симптомах и методах борьбы с ними. И именно эта профессия – одна из самых популярных в Чебоксарском техникуме технологии питания и коммерции. Это женская профессия, это красивая профессия, это эстетическая профессия. Я всегда любила макияж, всегда себе делала, всегда друзьям делала. На практике студенты оттачивают навыки друг на друге, делают массаж, уход, наносят макияж. Дарья Шигашева сейчас учится на втором курсе техникума, но у нее уже есть опыт работы. Даша с 15 лет подрабатывала в салоне в Шумерле. Моя профессия мне нравится тем, что у меня есть возможность делать девушек еще более красивыми, подчеркивать их естественную красоту, исправлять какие-то маленькие недочеты. В основном косметологами работают представительницы прекрасной половины, но это не значит, что в профессии нет места мужчинам. Например, Арцем Васильев мечтает открыть свой салон красоты. Больше всего мне нравится маникюр, так как женщины делают его чаще. Я абсолютно не считаю данную профессию как бы менее мужественной, потому что это профессия, это работа. Кто-то должен это делать. Когда мои друзья узнали о том, на кого я учусь, поддержали, чуть-чуть посмеялись, но потом сказали, хорошо, молодец. Сегодня я вам хочу показать два вида дизайна, именно нашей паутиночкой. Паутинка предназначена для того, чтобы рисовать четкие контуры. Это украшиваем стразиками, точечками. Маникюр – одно из направлений специальности. Конечно, дизайн на ксей далеко не единственная обязанность мастера, но именно она привлекает больше всего. Вот и участники проекта «Билет в будущее» не стали исключением. Я думала, что сложно будет приклеить, например, стразик. Оказалось, мне тоже нужно знать, как это, куда, что. Работа маникюриста мне понравилась, возможно, выберу ее. Самый маленький в мире цветок имеет диаметр 1 мм, самый большой – 2 метра. Белых цветов не существует, на самом деле они бесцветные. Но и каждое растение по-своему реагирует на человека. Все это интересные факты о цветах, найти подход каждому из них могут флористы. Где-то они используются для украшения, где-то служат знаком внимания, а где-то и вовсе почитаются, как, например, в некоторых странах Африки. Казалось бы, всего лишь растения, но человечество сделало из них настоящий культ. И уже многие сотни лет в большинстве уголков России букет цветов – универсальный подарок. Учим заниматься не только цветами, но также учим использовать растительный материал, природный материал, как искусственный материал. Как-то интегрировать его, чтобы дети могли использовать свои знания не только во флористике, но также они могли быть декораторами, оформителями. Какие цветы стоят дольше и как правильно обработать цветок, чтобы он прослужил нужный срок? Специалисты признаются, с цветами работать не так уж сложно, если знать характеристику каждого из них. Этому и учат на занятиях. Ну, я как бы с детства любила цветы, я выходила в поле, собирала букеты, делала разные композиции. Я хочу продолжить флористу быть в дальнейшем. В рамках проекта «Проф. Ориентация. Билет в будущее» школьники пробуют себя в роли флористов. Например, на этом мастер-классе его участникам требовалось составить композицию из предложенных цветов. До мастер-класса я не знала, чем занимаются флористы, но сегодня я не учусь. Пока не знаю, кем буду в будущем, но мастер-классы помогают лучше определиться с профессией. Профессиональные пробы для школьников в нашей республике проводятся по 80 с лишним компетенциям. Примерить специальности на себя можно на 26 площадках. Все они оборудованы по мировым стандартам WorldSkills. Четыре площадки на базе Новочебоксарского политехнического техникума. В их числе парикмахерское искусство, поварское и кондитерское дело. Некоторые школьники записываются неоднократно, наш проект приходит, им очень нравится. И являясь вот в этом году тоже секретарем приемной комиссии, я слышала такие высказывания, что мы приходили к вам, у вас были профпробы, нам очень понравилось и определились с выбором профессии уже. После таких проб обучаться парикмахерскому делу пришли в два раза больше абитуриентов. В этом году даже пришлось открыть две группы вместо одной. Уход за собой – это часть культуры, и поэтому у нас всегда очень хорошо студенты набираются на эти профессии. Наши студенты любят в основном, конечно, делать прически, выполнять различные современные виды окрашивания, креативные окрашивания, ну и стрижки с укладками тоже, само собой. Знакомство с рабочими местами, инструментами, препаратами для оформления причесок – план сегодняшней пробы. На этот раз задача школьников – собрать вечернюю прическу на основе хвоста и элементов жгут. На это им дается 30 минут, но сначала мастер показывает, как это делается. Вот у нас есть волшебные приспособления. Мы открываем нашу невидимочку, вставляем ее параллельно коже головы в основание хвоста, оборачиваем этой резиночкой хвост и закручиваем крепко-крепко-крепко, пока у нас тянется резиночка. Анатолий Сергеев планировал пойти учиться над сварщиком или автомехаником, но после мастер-класса задумался, теперь в числе его вариантов есть и профессия парикмахер. От проекта есть польза, но это бесплатно, никаких денег за это не надо платить, и это поучительно. Ну, как работать с волосами, какие есть волосы, мягкие, упругие, как зарабатывать парикмахер, узнал. Несмотря на то, что работу парикмахера вряд ли назовешь тяжелым физическим трудом, существуют некоторые ограничения для кандидатов, желающих освоить профессию. Им нужно иметь хорошее зрение, здоровые легкие и опорно-двигательную систему, а еще крепкие нервы и устойчивую психику, и не страдать от аллергии на косметические препараты. Профессия, на которой тоже невозможно работать аллергиком, повар, и уж ее-то стопроцентно можно отнести к тяжелому физическому труду. Стандартная смена повара, которую он проводит на ногах, длится около 12 часов, случаются и переработки. Помещения, в котором проходят будни кулинаров, напоминают парную, жар от приборов, духота, раскаленные поверхности. Но все минусы профессии перекрывают большое количество преимуществ. Возможность работать в разных странах мира, широкий круг специализаций, автоматизации производства и, конечно, востребованность. Здесь они получают огромный опыт, проводятся лабораторные работы. Здесь мы в лаборатории готовим блюда из мяса, из овощей, из рыбы, супы и соусы, мучные кондитерские изделия. Равиоли со шпинатом и сыром рикотто – блюда, которые учатся готовить школьники на мастер-классе. Профессия повара – она очень творческая работа, и видно это по работе, по блюду. Потому что, когда повар создает свои работы, он кладывает чистичку себя туда. В этой же лаборатории учатся и будущие кондитеры. Их работа сравнивается с произведениями художника и даже архитектора. И уж, конечно, эта профессия – предел мечтаний сладкоежек. Необычные торты, разнообразные пирожные и конфеты – чего только не готовят кондитеры. На этот раз в меню – шоколадные маффины. Когда разговариваешь с студентом, они при слове «Шоколад» начинают все уже трепетать, им это очень интересно, им нравится. Поэтому мы выбрали такую тему – шоколадные маффины. Повар – это как раз та профессия, которую можно освоить и для заработка, и для себя. Даже если вы не откроете свой ресторан, вам точно будут благодарны домашние. Я готовила первый раз шоколадные маффины, получилось очень вкусно. Я хочу делать дома и угостить всю семью. В будущем я хочу работать кондитером. Если профессия вам по душе, вам не придется работать ни одного дня в своей жизни, сказал Конфуций. И это действительно так. Если профессия – ваше хобби, вы с удовольствием будете просыпаться по утрам. Так что выбирайте специально с сердцем, а мы вам поможем узнать побольше о любой профессии. Это была программа «Один день с профессионалом». Увидимся ровно через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова